Кем были наши предки и на каких языках говорили, во что верили, об этом могут рассказать камни. Взгляните внимательно на эти фотографии, они современные, а вот каменным могильным плитам на них более ста лет. Для меня любой, любой камень, на котором сохранилась надпись, который несколько веков, любой крест, это памятник истории, памятник культуры, это целый пласт, целая эпоха. Летом 2017 года группа энтузиастов, археолог Игорь Четверяков, известный фотограф Александр Поломарь и журналист-краевед Николай Фечь отправились в экспедицию. Цель – отыскать старинные кладбища и узнать, кто жил на нашей земле 100-200 лет назад. Исследователи посетили десятки сел и городов. Часто им приходилось пробиваться сквозь густые заросли и колючие кустарники, чтобы отыскать старинное захоронение. Помощь в организации проведения экспедиции оказала Республиканская партия обновления. Инициативу поддержал президент Вадим Красносельский. Результатом трехлетнего исследования стала книга «Имя на камне». В ней весят снятый материал с научными описаниями и пояснениями. Некоторые находки действительно невероятные и могут стать предметом отдельных исследований. Вот надгробие с надписью 19 века, а сама каменная стела – из бронзового. А это находка из села Катериновка – могила местной жительницы Татьяны Воротылы. Согласно надписи на кресте, женщина прожила 120 лет. И это, говорят ученые, первый задокументированный рекорд долголетия в наших краях. Она увидела весь 19 век. Фактически, понимаете, она родилась при Екатерине Великой. Умерла уже при Александре Третьем. Поразительно. Многие монументы ставили исследователей в тупик. На одном из заброшенных кладбищ в Каменском районе обнаружен весьма странный надгробный памятник, по форме напоминающий французское королевское клеймо. Рядом Тевтонский крест. Кем были эти люди и почему именно здесь обрели покой – до сих пор остается загадкой. В экспедиции подтвердились несколько самых главных для Приднестровья постулатов. Первое – это то, что наша земля всегда была многонациональным краем, и все здесь жили в мире и согласии. И еще, усвоенная каждым из нас формула «Приднестровье начиналось как российская земля» тоже верна. Это подтвердили даты на самых старых изнайденных памятников. Дело не столько в культуре, сколько в вере, потому что культуры как таковой, знаете, селения только появлялись, были небольшие, особой культуры там не было, ну, как какие-то элементы. Но вера была православная, процентов, наверное, у 90 переселенцев. Хоть молдаване, хоть малороссы, хоть великороссы. Это позволило избежать межнациональных конфликтов, потому что основные базовые какие-то духовные ценности были общие. Вот, допустим, смотрим захоронение. Мы можем увидеть и к какой вере принадлежали, поскольку кресты, но и к какому народу, к какому этносу принадлежали переселенцы. Некоторые кресты – это явно влияние молдавских традиций. Некоторые кресты – влияние, допустим, польских традиций. То есть это могут быть, говоря современным языком, украинцы, но выходцы откуда-то с территории Западной Украины. Экспедиция начинала с севера Приднестровья. Там старинные захоронения и каменные памятники есть буквально в каждом селе. Но чем ближе к югу, картина менялась. Например, в Слободзейском и Григориопольском районах каменных крестов не обнаружено совсем. Практически их нет и в Террасполе. А вот в Бендерах, куда советская власть пришла в 1940 году, дореволюционные памятники стоят до сих пор. Приднестровье не стало исключением в той череде трансформаций и безжалостных вихрей историй, которые пронеслись над тем пространством, которое называют Советским Союзом. Преследование тех, кто пытался ухаживать за могилами, усопших во времена проклятого царизма. И не только преследование. Мы прекрасно знаем, что это выливалось и в такие страшные формы, как 1937-1938 годы. Многие архивные документы и церковные книги сгорели в огне истории. На надгробе очень часто можно встретить фамилии, и сейчас распространенные в Приднестровье. Причем во многих селах целые улицы однофамильцев. Авторы проекта «Имя на камне» уверены, им удалось отыскать могилы отцов-основателей Приднестровских сел. Тех, кто первыми поселился в этих местах 200 лет назад. Мы живем в своем современном сегменте. И вот этот отрезок, огромный отрезок, который за нами, кровь, которая течет в наших венах, она все еще содержит в себе генетический материал наших предков, предшественников, которые жили на этой земле столетия до нас. В одной из экспедиций девушка угостила поисковую группу холодным вином из погреба. А они в тот же день на заброшенном сельском погосте отыскали крест ее прапрадеда. Огромный крест, стоящий посреди Цебюлевского кладбища, был воздвигнут ее прапрадедом, мастером-спотарем. И вы это обнаружили, и это она узнала от вас? Ну, она была густо замазана белилами, вернее, звездкой, что она и не знала про это. Было не прочесть, а мы ее прочли. В фотошопе, играя с цветами, мы сумели распознать эту надпись уже после проекта в кабинетных условиях. Мы прочитали, что мастер-спотарь воздвиг сей крест от имени своих односельчан в 1887 году. Так в телевизионной студии нашего канала проходила презентация новой книги «Имя на камне». Она вышла пока небольшим тиражом в 500 экземпляров. Их передадут школьным и университетским библиотекам. Я думаю, что это будет интересное издание такое для ребят и в школах, и студентам университетов, колледжей. Тех, кого интересует история, тех, кто занимается поисковыми работами, археологией, историей родного Приднестровья. Поэтому, вот я думаю, такое вот богатство перед днем республики, 30-летием нашей республики мы с радостью представляем. Авторы проекта «Имя на камне» Игорь Четверяков, Александр Поломарь и Николай Фечь от имени президента получили нагрудные знаки за заслуги перед обществом третьей степени. Кроме основной цели узнать свои корни и передать эту память потомкам, у участников исследования было еще одно желание, чтобы современники чтили и уважали тех, кто погребен на безвестных кладбищах. И хотя бы изредка ухаживали за старинными памятниками. Ну а эта экспедиция не последняя. Впереди исследователей ждут новые открытия, способные пролить свет на малоизученные страницы нашей истории. Евгений Кукулеско, Леонид Мостак. Отражение.